Ну, да, рад всех видеть, и вообще понимаю, что все уже хотят, конечно, перейти к Братанию и в Душету, поэтому мы со следующим докладчиком согласовали краткость выступления. Ну, да, мне вообще сказали, что я должен выступить как вне био, и разбавить, так сказать, вот эту биологическую сущность, но не совсем получится, конечно. Конечно, действительно, после четырех лет биогласии биологические науки, мне казалось, что уже постигнуты даже больше, чем вообще планировано человеку на жизнь. И поэтому, ну, а математика, надо сказать, была поставлена в гимназии же даже серьезнее, чем биология, поэтому удачно, сдав предварительные экзамены на геологический факультет, я стал геологом. Ну, а удачно с участием тоже выпускников, пропустив распределение, попал на кафедру геологии. На который вроде не планировал попадать. Ну, и таким образом стало заниматься изучением многолетних мерзлотых пород, в том числе в нашей стране. Они у нас занимают больше половины территории, это, наверное, процент распространения мерзлоты. Это единственное, что увеличилось в нашей стране после распада Союза. И, кстати, удивительно, но наше правительство только в этом году узнало вообще, что существует такая профессия мерзлотовета. Премьер был в Тикси, ему там наши немецкие коллеги показали лед под землей. И он радостно сказал, что вот, узнал, что есть такое направление в науке мерзлотовения. Надеемся, теперь денег будут давать больше. Вот. Но, да, самое интересное, что, ну, так формально, как бы, да, я там стал кандидатом в георгий-минералогических наук. Но вообще диссертацию должен был писать совсем другую тему, биохимическую, надо сказать. И должен был заниматься датированием как раз этих многолетних мерзлых пород по степени рационизации аминокислот. Но выяснилась странная вещь, что даже я вот, ну, там, два года занимался этим вопросом выяснения, в какой лаборатории можно вообще это сделать. Обнаружил даже родственные связи с замдиректором Института элемента органической химии. Но не помогло выяснить, что такого оборудования в нашей стране нет вообще, которое позволяет с нужной точностью вот определять рационизацию. В своем институте я с большим трудом вообще произвел гидролиз вот образцов наших, попутно вспомнив вот все навыки химии, которые тоже, надо сказать, очень в большом объеме и удачно преподавали в гимназии, за что я благодарен, сидящим в первом ряду практически. Ну, поэтому, так как с астомизацией ничего не получилось, то, ну да, диссертацию завещал по мерзлоте на вулканах, ну и в данный момент отвечаю за вот исследование таких белых пятен в геокалиниологическом отношении, это Камчатка и Антарктида, куда я улетаю послезавтра. Вот, а вообще наша лаборатория, ну, я, да, в основном научился бурить там, ну, помимо, умение свободно падать с 4 тысяч метров, набирать там в термических потоках те же примерно 4 тысячи метров, там, нырять в подводные глубины, там, оценивать лавинную ситуацию и прочее. Вообще, горы люблю кататься, и вот, да, науку стараюсь как-то прицепить вот к этим своим увлечениям. Что-то еще хотел сказать? Ну, в принципе, да, вот, как показывает опыт, из, вот, ученика, выпускника биокласса может получиться и вот такой подвид. А, ну да, собственно, вот, да, лаборатория наша занимается изучением жизнеспособных сообществ, микроорганизмов из вечномерзлых породов. И так, вообще, наша глобальная фундаментальная цель – это выделение самых древних микробных сообществ из вечной мерзлоты. Примерно такой возраст, который мы надеемся получить, это 25-30 миллионов лет. Вот, ну и поэтому, ну, вот, учитывая еще какие-то слова, которые здесь были сказаны, ну, вот, идеи, которые должны развиваться, в принципе, мы готовы к какому-то сотрудничеству, как я понимаю, даже вот с некоторыми из выступавших в нашей лаборатории совместной публикации, это все пересекается. Вот, поэтому и талантливых школьников, а вот с моей стороны тех, кто увлекается вот сноубордом, парапланом и всякими экстремальными людьми спорта, я буду крайне рад видеть в нашей лаборатории экспедиции по всему земному шару.